Здравствуйте! Это программа День Города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Пробки аварий, последствия снегопада и как на стихию реагируют службу города. Паводок близко, прогнозы ученых и как к нему готовиться в населенных пунктах. Собеседование как новый вид экзамена, что приготовили для учеников 9 класса. Убийство пенсионеров в Сасове. Преступник задержан. Подробности громкого дела. Пробки и аварии. Все это последствия обильного снегопада, который выпал в Рязани в ночь на 13 февраля. Это стало неожиданностью для горожан и специальных служб города. Об автомобильном и человеческом коллапсе в нашем следующем сюжете. Дорога в центр города редко когда занимала столько времени. 13 февраля водители столкнулись с последствиями ночной стихии. Это мокрый снег, который продолжал идти на протяжении всего дня. Пробки, заносы. Лишь малая часть того, с чем столкнулись автомобилисты. Куча сложностей. Заносы. Заносы. Все когда-то торопятся утром на работу. Естественно, лезут. Маршрутчики наглые. Сложно все. Нечищенная дорога, замерзшая машина. Все сложно. Дороги чистить нужно. На такой машине ни с какими. Отечественный автопром. Вероятно, только на внедорожниках по улицам города проехаться и можно. Но и здесь необходимо соблюдать все требования ПДД в сложных погодных условиях. Госавтоинспекция Ренской области напоминает, что в связи со сложными погодными условиями всем участникам дорожного движения нужно быть крайне внимательными. Водителям следует с осторожностью проезжать пешеходные переходы и места массового скопления людей. А пешеходам в избежание несчастных случаев следует использовать на своей одежде световозвращающие элементы, а также переходить дорогу только по пешеходным переходам. С этим согласны и другие водители. Говорят, аккуратное вождение – залог того, что спокойно доберешься до дома. Поаккуратнее вести себя на дороге. Дистанцию соблюдать. Поступать друг другу. Будь в таком режиме. Пока одни службы города очищают, другие приведены в режим повышенной готовности. В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по региону ежедневно следят за дорожной, пожароопасной и паводковой обстановкой. В готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации находится аэромобильная группировка в составе 60 человек, 12 единиц техники. С 7.00 13 февраля Рязань Энерго также приведено в режим повышенной готовности. В резерве находится 48 бригад, 214 человек, 52 единицы техники, включая технику высокой проходимости. Центр работает круглосуточно. Он будет продолжать следить за погодой и с возможными ЧАЭС. Сотрудники рассказали, как долго природа будет бушевать. По данным Рязанского ЦГМС Росгидромета, до конца суток 13 февраля с сохранением ночью 14 февраля на территории Рязанской области ожидается снег, мокрый снег, местами сильный. Метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление ветра порывами до 12-17 метров в секунду. В отдельных районах ухудшение видимости, в осадках до 1000 метров и менее. На дорогах гололедятся, местами сильные. Соблюдать осторожность не помешает что пешеходам, что водителям. Ведь даже если службы города реагируют своевременно, от обилия осадков Рязань это не спасет. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязанской области толщина снежного покрова на 75% превышает норму. Такие данные опубликовал Рязанский гидрометцентр. В каких населенных пунктах уже в ближайшие дни начнут готовиться к паводку? И какие прогнозы на период плаводия у ученых в нашем следующем материале? Вода приходила, вот там, где идет дама, там все было затоплено. Вот где стоит тележка, все затоплено. Анна Ивановна прожила в Заокском всю жизнь. Самые яркие воспоминания о большой воде связаны с детством, когда весной каждый поход в школу или клуб превращался в небольшое приключение. В клуб приходилось тоже плавать на лодку, когда у нас клуб-то здесь был, а на селе клуба не было. И всю жизнь вот мы в воде, всю жизнь в воде. Ну, привыкли, как для нас, отказался романтикой. У живущей по соседству у бабушки Кати практически подход своим глазам она верит больше, чем прогнозам синоптиков. Если траву в поле не замело снегом, значит большой воды не будет. Как раньше было, это не это. Есть снег, но с 70-х год вот сюда подходил, вот где мой сад, вот туда даже подходила вода. И мне в родильню возили на лодке. Ученые пока не спешат делать выводы. По словам старшего преподавателя кафедры физической географии Алексея Воробьева, все зависит от погоды в конце февраля. Если будет похолодание и затяжная весна, то можно ждать большой воды. АК поднимется выше отметки в 6 метров. Затопит улицу Рыбацкую в Заохском и микрорайон Борки в Рязани. Второй вариант развития событий – половодье будет, как в прошлом году. Если будут оттепели в марте, и если будет весна затяжная, с возвратом холодов, то здесь в любом случае будет достаточно много воды. В русле, в поеме, 100% река выйдет из берегов. Но пик половодья будет растянутым. Несмотря на то, что до календарной весны еще две с половиной недели, в Заохском уже начинают готовиться к возможному паводку. Мы к паводку всегда готовы. И сейчас уже и списки готовим, и детей до года, до трех лет, кто тяжело больные, люди старшего поколения. В пятницу у нас будет уже совещание в районе по этому вопросу. Предварительный прогноз по весеннему половодью синоптики обещают выпустить после 20 февраля. А 6-7 марта расскажут, каким будет уровень воды. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Ученые оценили уровень загрязнения воздуха в Рязани в январе как повышенный. Это данные отчета по мониторингу окружающей среды областного гидрометцентра. За месяц специалисты взяли почти 2000 пров. В 52 из них оказалось больше нормы диоксида азота. В самой грязной концентрации вещества превышало предельную в 1,3 раза. Диоксид азота выделяется при сгорании различного топлива на металлургических, химических, энергетических и других предприятиях, а также в автомобильных двигателях. В реках области несколько раз за месяц фиксировали высокое загрязнение. В частности, в Верде, ниже Скопина, нашли в 30 раз больше нормы аммонииного азота. В Пре обнаружили избыток железа на участках ниже Борисова, выше Брыкинобора, у Устья. Также метеорологи фиксировали чрезмерное содержание фенола и пыли. В Сасове произошло убийство супружеской пары пенсионеров. Их тела обнаружили в частном доме с явными признаками насильственной смерти. Подробности у Марии Рудой. Небольшой городок потрясло жестокое убийство. Причиной оказалась банальная корысть. Ради наживы местный житель, которого оперативники смогли задержать по горячим следам, совершил страшное преступление против беззащитных пенсионеров. Вечером 8 февраля в частном доме, расположенном в городе Сасово, были обнаружены тела 76-летнего мужчины и его 73-летней супруги с признаками насильственной смерти. По данному факту, Сасовским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ от убийства двух лиц. Подозреваемый признался в совершении преступления и назвал причину. Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства дела. Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор доказательственной базы. В самое ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Незаметная, но опасная и трудная служба. Сотрудники подразделения государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы отпраздновали 50 лет со дня образования. О героях и их наградах расскажем в нашем следующем сюжете. Они проводят время как в кабинетах, так и на выездах. Патрулируют, инспектируют, сверяют. Все это о сотрудниках Центра лицензионно-разрешительной работы. Как они сами рассказали, вопрос оборота оружия стоит на первом месте и влияет на общественный порядок. Поэтому и нужна служба, которая будет контролировать весь процесс. Благодаря стараниям сотрудников подразделения на территории региона соблюдается общественный порядок. Проводится работа по хранению оружия, находящегося и у охотников, и на городного оружия. Для многих сотрудников сегодняшние награды уже не первые. У Виктора Бихерта она третья. Он работает старшим инспектором всего два года. Говорит, приятно, что начальство отмечает его старания. Ведь работа не из легких. В свете последних событий, соответственно, проверяем школы, места массового скопления граждан, чтобы лицензированные охранники там находились, чтобы все у них было с документами в порядке. Ну и, соответственно, знали они все необходимые правила в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций. 13 февраля он получил благодарственное письмо от главы администрации города и ценный подарок. Его коллега Дмитрий Громада получил почетную грамоту. Это его четвертая награда. У него уже есть три медали, одна из которых за отличие в охране общественного порядка. Особо нас нигде не видно. С нами граждане могут нас увидеть только во время приемных дней, когда мы оказываем государственные услуги. Вот опять же владельцы оружия или частные охранники. И второй момент, когда мы осуществляем контроль за оборотом оружия, частная охранная деятельность. Есть среди инспекторов и женщины. Светлана Бугрова работает с 2009 года. Захотела попробовать себя в этой профессии, потому что интересная и разнообразная. А выбори не жалеет. К тому же коллеги мужчины помогают. Мужчины помогают. У нас достаточно дружный коллектив, ведущий взаимовыручку у нас. Сотрудники признаются, что награды на их работу никак не повлияют. Кто-то рассказал, что будет трудиться усерднее. А другие ответили, что точно не расслабятся. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». К другим темам. Собеседование как новый вид экзамена для учеников девятого класса. В этом году он прошел впервые. Школьники демонстрируют свои навыки устной речи, выразительное чтение, умение вести беседу и составлять монологические высказывания. На экзамене побывала Галина Кудряшова. Это не часть экзамена по русскому языку, а самостоятельная проверка знаний. Ученики девятых классов впервые сдают устное собеседование. Оценка простая, зачет или не зачет. Из 19 максимальных баллов достаточно набрать всего 10. Они станут допуском к летним выпускным экзаменам. Мы знали, что с начала учебного года мы будем сдавать итоговые собеседования. Кроме учебного дня я также дома брал какие-то пробники и самостоятельно прорешил их. Задача итогового собеседования – проверить, как ученики освоили школьную программу. На ответ дается 15 минут. За это время ученик должен выполнить 4 задания. Первое – выразительно прочитать фрагмент текста. Его объем не превышает 180 слов. Второе – пересказать прочитанный материал с привлечением дополнительной информации. Проще говоря, используя цитаты. Третье – монолог. Форматы разные. Школьник может описать картину, порассуждать на заданную тему или продемонстрировать умение рассказывать историю. Больше всего я делала акцент, наверное, на монолог, потому что для меня это, наверное, самое сложное задание. Ответа тебе никто не дает, ты просто говоришь сам с собой, и это немного пугает. Как-то, я не знаю, мне страшновато, когда именно на монологе. Последнее задание – это беседа с учителем по теме монолога. Экзаменатор задает уточняющие вопросы. Стоит отметить, что собеседование проходит в родной школе. Это сделано для того, чтобы снять дополнительное напряжение и помочь ребенку раскрыться. У экзаменатора-собеседника все написано, какие вопросы он может задавать. То есть мы действуем строго по контрольно-измерительным материалам. Но, тем не менее, учителя все опытные. Они неоднократно проходили в режиме апробации вот эту процедуру. То есть они уже знают, где-то, может быть, как-то мимикой, жестами помочь, глаза ребенку посмотреть, чтобы так задать вопрос, чтобы он не испугался, а ответил на него в том ключе, чтобы развернулся диалог. Интересно, что если при письменном экзамене ученики сдают бланки с ответами, то на устном ведется аудиозапись. Звуковой файл затем отправляют для подтверждения успешной сдачи. Если дети кто-то не сможет получить зачет сегодня, то им будут установлены дополнительные сроки. Они смогут пройти процедуру итогового собеседования либо 13 марта, либо 6 мая. Результаты экзамена будут известны 19 февраля. Однако стоит отметить, что в школе номер 8 во время пробной сдачи зачет получили абсолютно все ученики. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». К 14 рязанским детским садам сделают пристройки. Об этом на заседании комитета городской думы сообщила начальник управления капитального строительства Елена Буданова в среду 13 февраля. Пять пристроек к детским садам номер 106, 146, 154, 139 и 150 уже возводятся. Еще пять запланированы на 2020 год. Они появятся у детских садов под номерами 112, 22, 140, 125, 108. В этом же году город планирует возвести еще четыре пристройки, отметила начальник управления капитального строительства. Выбирают лучшего. В Рязани проходит муниципальный конкурс «Учитель года». Из 30 претендентов в региональный финал выйдет один. Педагоги проводят уроки, но не в своих школах, а на выбранных площадках. На каждом занятии присутствует комиссия. Дина Исляева продолжит. У третьего «А» урок литературного чтения. И хотя Наталья Микаева трудится педагогом начальных классов больше 20 лет, признается, волнение есть. Она всю жизнь мечтала стать учителем. С отличием, закончила Спасский колледж, работала в райцентре, потом переехала в Рязань. Сначала преподавала в первой школе-интернате, последние 8 лет трудится в 43-й школе. К конкурсному занятию пришлось готовиться, потому что программа в 55-й школе, где нужно вести урок, другая. Изучают колдовую солнца Пришвина. Для детей в ходе этого урока я использовала абсолютно новый для них прием смыслового маркирования текста. Дело в том, что он очень хорошо работает на повышении читательской грамотности ребенка. А это одна из основных задач, которая сейчас стоит перед школой, да и вообще перед страной. Для Натальи это первый конкурс, но в целом, по словам начальника городского управления образования Алексея Зимина, возрастных ограничений нет. Участвуют как молодые педагоги, так и опытные. Из 30 человек в финал выйдет один. Главное в любой профессии, которая связана с детьми, это желание с ними работать и, конечно же, любовь к детям. Но любой конкурс – это попытка выявить профессионалов высокого уровня, которые не просто преподают детям те или иные дисциплины или воспитывают деток в детском саду, а действительно делают это с душой и с применением тех современных технологий. С каждым педагогом комиссия анализирует, как прошел урок в это время. Третий А делится впечатлениями. Мне все равно было очень интересно, потому что этот учитель очень хорошо объяснял, очень красиво говорил, и мне этот урок очень понравился. Я не знала то, что Михаил Пришвин ходил на охоту, а охота его заключалась именно в находках, а не как обычные охотники. У меня хорошее впечатление от этого рассказа, что надо любить живое. Если мы будем охранять природу, то мы будем охранять свою родину. Лучшего учителя года определит жюри, а Наталья уже получила свою пятерку за урок от самых строгих и непредвзятых судей детей. По ее словам, именно они каждый день вдохновляют и дают стимул в профессиональном плане расти дальше. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 21 февраля в регионе пройдет единый день ярмарок вакансий. Об этом сообщают в региональном министерстве труда и социальной защиты. По информации ведомства, в ярмарках примут участие 115 работодателей, которые предложат более 1300 вакансий в сферах строительства, здравоохранения, промышленности, торговли, транспорта и связи. В областном центре ярмарка вакансий пройдет с 10 до 13 часов. В региональном центре занятости населения. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин